Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Вопрос 1401, том 4. Разбор ответов Архимандрита Амвросия Юрасова. Вопрос 191. Можно ли принимать пищу в то время, когда идет служба в храме? Если я по какой-то причине осталась дома? Отвечает Архимандрит Амвросию Расов. Все православные христиане знают, что Христос был распят в 12 часов дня. До обеда они не едят. Но тому, кто физически много трудится, для поддержания сил, не страстей, а физических сил, вкусить раньше можно. Свою мать я постриг в схему, когда она лежала в постели недвижимо, не роптала, благодарила Господа за болезнь. Сама вымолила полежать перед смертью очиститься. Я искушал ее. Ну как мытарство пройдешь? Она отвечала. Как Господь? Я ничего. Комментирует ответ Архимандрита Амвросия Расова Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Матфея. 27 глава 45-46 стихи. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, лама совахвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Евангелие от Марка 15-25. «Был час третий, и распяли его». Лука 23-44. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Иоанна 19-14. «Тогда была пятница перед Пасхой и час шестый. И сказал Пилат Иудеям, «Се царь ваш». У евреев новый день начинается, если переводить на наше время, с шести вечера. Не надо путать временные пояса. Еврей, согласно Слову Божию, день начинает с вечера. Бытие 1-5. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». И если рядом с нами живет еврей, даже в одной комнате, то по своему правоверию, когда на наших часах будет три часа дня, еврей считает, что у него девять утра. И после шести часов вечера по-нашему, еврей по своему счету считает начало нового дня. Это сохранилось у нас в богослужении. Вечером читается воскресная Евангелие, знаменуя начало нового дня. В переводе на наше время, Христос был распят в девять часов утра, а с двенадцати до трех была тьма. В три часа дня по нашему времени он умер, а с трех до шести женщины с друзьями Христа погребли его. Господь сказал, Матфея 19.15. «И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут паститься». Если ссылаться на эти слова, то нужно всегда завтракать до девяти утра, «Когда у Давида смертельно заболел ребенок, он объявил пост и скорбел так, что за жизнь его опасались слуги его, а когда ребенок умер, он прекратил печаль». Вторая царств, 12.18. «На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. И поговорили о ней, когда дела дитя было еще живо. И мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое?» Вторая царств, 12.19. «И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, «Умерло дитя?» И сказали, «Умерло». Вторая царств, 12.21.23. «И сказали ему слуги его, «Что значит, что ты так поступаешь, когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб и пил». И сказал Давид, «Да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, «Кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо, а теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Согласно этой мудрости Давида, печаль о земных людях пристойна до их смерти, когда ты находишься в посте, а когда они разрешились от жизни, смысла в посте нет. В переводе на наше время дело выглядит так. В 9 часов утра Христос был распят, а с 12 до 3 была тьма по всей земле. В 3 часа дня по-нашему Христос умер. С 3 до 6 женщины и друзья Христа приготовили его к погребению и погребли, ибо наступила суббота. Согласно мнению Еврасова, переложенному на мудрость Давида, мы должны вкушать с 3 часов дня, часа смерти Христа. Такое толкование имело бы привязку к священному писанию. Святые отцы так и делали, рассуждая не по-юрасовски. Привязки богослужения к еде в писании нет. Подобные ответы ни на чем не основаны. Если было бы в священном писании хотя бы одно место, указывающее на то, в каком часу Адам вкусил от запретного плода, так как еда и грехопадение в данном случае связаны, тогда сегодняшние церковные законодатели могли бы как-то сделать привязку к литургии. Так как Иоанн Златоуст прямо указывает, что как от древа познания добра и зла человек пал, так восстает от плода крестного древа, то есть от распятой плоти Христа.